МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полиция Берлина арестовала мужчину, который несколько дней распространял ложную информацию и вызывал у людей панические настроения. Житель Мариэндорфа сообщал, что не стоит во время праздника выходить в торговый центр Гропиус-Пасажен в Нойкельне, так как он якобы может стать местом следующей террористической атаки. Неизвестный утверждал, что доказательства этому нашли в квартире исламистов в Рудове. Эту ложную информацию мужчина рассылал своим родственникам и близким людям через мессенджер WhatsApp в пятницу перед Рождеством. Люди под впечатлением о недавнем теракте в Берлине поверили этим сообщениям. Мужчину арестовали за распространение заведомо ложной информации. Его имя и рот занятий полицейские не разглашают. Говорят только, что во время допроса он признался в содеянном. Задержанному предъявили обвинение в нарушении спокойствия граждан и общественного порядка. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком на три года. Кёльнская полиция показала новый центр мониторинга. Он оборудован в штаб-квартире полиции. В новогоднюю ночь два офицера будут непрерывно следить за происходящим на улице. Восемь камер наблюдения расположили на привокзальной площади и возле Кёльнского собора. Наша цель – следить за событиями в режиме реального времени. За монитором всегда будут сидеть наши коллеги. И если они увидят, что кто-то нарушает закон, то сразу сообщат об этом остальным полицейским. Благодаря тому, что наше отделение находится близко от места празднований, мы сможем быстро реагировать на любые нарушения. Камеры, которыми оборудовали центр Кёльна, – самого нового образца. Они обладают высоким разрешением. Из центра мониторинга можно управлять камерами. Например, менять угол наблюдения. Благодаря этой технике мы можем заснять деталь на каждого человека и позже его опознать. В режиме реального времени мы можем приближать изображение, следить за каким-то конкретным человеком и сохранить информацию о нем в памяти системы. Видео с камер будут хранить как минимум две недели. А если оно понадобится для проведения расследования, то и дольше. Напомним, во время празднования предыдущего Нового года на привокзальной площади Кёльна молодые люди совершали массовые нападения на женщин. Они пытались их целовать, обнимать, лезть под юбки и грабить. Городская полиция получила более 650 заявлений от женщин, которые подверглись нападениям. Спустя год удалось опознать половину нарушителей, но обвинения предъявили только 35 из них. Избиратели европейских стран Германии, Франции, Италии и Греции считают, что их государство движется в неправильном направлении. Но они не хотят повторить путь Великобритании и выйти из Евросоюза, показывают результаты опроса Вин Гэллоп. Результаты социсследования свидетельствуют о том, что жители недовольны правящими политиками во всех странах ЕС. Но само членство в Евросоюзе поддерживает более 60% опрошенных. В Германии тех, кому не нравятся действия правительства, 62%. И это самый низкий показатель. В Италии недовольных 79%, во Франции 82%, а в Греции 89%. Но отдать свои голоса за то, чтобы их страна вышла из Евросоюза, готовы только 36% жителей европейских стран. При этом число противников Единой Европы уменьшается в Германии, Франции и Бельгии. И растет в Финляндии и Греции. Организаторы опроса предупреждают. Недовольство действиями своих правительств может стать почвой для роста популярности правых популистов. Так ли это, предстоит узнать в следующем году во время выборов в Германии и Франции. В Турции задержали известного журналиста Ахмета Шика за якобы оскорбительный твит. Об этом сообщил сам журналист в своем твиттере. По данным турецких СМИ, прокуратура подозревает Шика в том, что он в своих постах в микроблоге оскорбил государство, полицию и армию, а также пропагандировал терроризм. Складывается впечатление, что перед возможным референдумом по новой конституции противодействие журналистам, писателям, кинорежиссерам, артистам и интеллектуалам со стороны государства будет усиливаться. Это значит, что многих будут судить, особенно из-за аккаунта в соцсетях. Ахмед Шик часто критикует Раджа Патаипа Эрдогана, а также исламского проповедника Фитулу Гюлена, которого президент Турции обвиняет в попытке госпереворота этим летом. По мнению журналиста, судить необходимо обоих за создание организации Гюлена и руководство ею. Поскольку именно президент Эрдоган многие годы поддерживал этого проповедника, вплоть до официального разрыва с ним в 2013 году. Книга Шика «Армия имама» в 2011 году была запрещена еще до публикации. Сам он целый год провел в следственном изоляторе. Все должны осознавать, что несмотря на все давление и жестокость, мы будем продолжать нашу борьбу, которую так боится наше правительство. Сегодня же известная писательница и правозащитница Аслы Эрдоган предстанет перед судом в Стамбуле вместе с сотрудниками одной из прокурдских газет. Всех их обвиняют в оказании поддержки курдским боевикам. Хоровод, вальс и даже танго. Но вместо обычных танцоров здесь – трактора «Беларусь». На одной из площадей Минска состоялось предновогоднее представление с участием шести машин. Посмотреть на трактора, окружающиеся под музыку Георгия Сверидова и Ричарда Клайдермана, собрались несколько сотен человек. Одежда водителей и сами сельскохозяйственные машины были украшены светящимися диодными лентами. По данным белорусских изданий, номера трактористы более недели репетировали вместе с профессиональными хореографами. Выступление длилось около 20 минут и завершилось праздничным фейерверком. Белорусские трактора в настоящее время поставляются более чем в 60 стран мира. Причем для каждой из них делают специальную модификацию. Команда студентов из Дельфтского технического университета в Нидерландах подключилась к гонке за гиперлуп. Молодые изобретатели представили собственный проект транспорта будущего на конкурс, объявленный миллиардером Илоном Маском. Амбициозную идею своеобразного вакуумного поезда, который будет двигаться практически со скоростью звука, он озвучил еще в 2013. И чтобы его футуристическая мечта стала реальностью, запустил соревнование. Команда из Нидерландов считается фаворитами, и их проект довольно прост. Корпус, система левитации и торможения и электронная начинка. Уменьшенный вдвое прототип модели весит всего около 150 килограммов и спроектирован так, чтобы разгоняться почти до 1200 километров в час. Хотя короткая конкурсная трасса и не позволит набрать больше трети максимальной скорости. Главный же плюс голландской модели — экономия энергии, утверждают разработчики. Капсулу удерживают не электромагниты, которые требуют подачи тока, а постоянные, как те, которые вы вешаете на холодильник. И это делает всю систему крайне эффективной. Чтобы начать левитировать, не нужна энергия, достаточно набрать скорость, и машина сама поднимется и будет парить. По словам создателей, их модель абсолютно безопасна. А в случае перебоев с энергией, например, или неожиданного препятствия, транспорт немедленно и автоматически остановится. Финал конкурса, в котором принимают участие 30 команд, пройдет в январе следующего года на специальном треке длиной около полутора километров в Калифорнии. В костюмах волхвов с картонными звездами в руках под аккомпанемент органа юные жители баварского города Ноймаркт появляются в здании церкви. Они пришли сюда, чтобы получить благословение на важное дело. С этого дня и до самого крещения молодые христиане будут ходить от дома к дому, исполнять праздничные калятки и собирать пожертвования. Эти деньги мы не станем забирать себе. Мы передадим их на помощь малоимущим. Так что это действительно важное и доброе дело. А еще просто весело собираться всем вместе и петь песни. Мне нравится. Я очень рада, что у нас сохранилась эта традиция, потому что благодаря всем этим пожертвованиям мы сможем помочь людям в Кении и в Индии. Там на эти деньги построят школы и детские сады. Это просто замечательно. Я горжусь тем, что смогу своим небольшим вкладом помочь этим людям. Этот обряд поистине массовый. Ожидают, что участие в нем примут 330 тысяч человек из 27 епархий. Собранные средства передадут в Кению. Традиции исполнять на Рождество калятки много сотен лет. А вот собирать при этом деньги и жертвовать их потом на благотворительность в Германии стали с 1959 года. Тогда Федерация немецкой католической молодежи и детская миссия Короллер впервые провели акцию солидарности с детьми и для детей. С тех пор собрали 994 миллиона евро для детей из стран Африки, Латинской Америки, Азии, Океании и Восточной Европы. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Времени m-c.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова